я не патриот своей родины я очень люблю америку я надеюсь что я такая не одна я иду в дом и вся наша страна россия российские звезды променявшие родину на лучшую жизнь и вне политики я иду в политику сама подпишись на канал жми на колокольчик алексей серебряков в 2012 году алексей с семьей переехал в канадский город торонто мотивом такого решения актер назвал рост агрессии нетерпимости в россии человек должен жить там где может реализовать все лучшее считает алексей я перевез свою семью в канаду хочу чтобы мои дети росли и воспитывались в принципиально другой бытовой идеологии хочу чтобы они понимали что могут цениться знания трудолюбия что не обязательно толкаться локтями комить быть агрессивными и бояться людей уличная идеология цивилизованной страны это доброжелательность и терпимость то чего так не достает в россии к сожалению здесь как бы я их не охранял и не изолировал от хамство и агрессии не защитишь это в воздухе хам победил конец берет и делает потому что там психологии другая психологии успеха психологии карьеров еще одной причиной своей эмиграции из россии актер называет желание оградить своих детей от общей атмосферы достаточно посмотреть телевидение где люди не слушают друг друга орут цепившись друг другу в глотке желание задавить порвать на части в телевизионном экране потому столь велико что она в принципе висит в воздухе именно от этой атмосферы я увез своих детей переезд серебрякова в канаду далеко не все восприняли хорошо общество обрушилась на него с большой критикой которая еще больше усилилась после премьеры фильма левиафан актера стали называть предателем а ведь его персонаж был простым и честным автомехаником живущим за полярным кругом несмотря на это в мировом прокате картина оказалась очень успешной я устал от событий происходящих в россии хотите считайте что сбежал жизнь не такая длинная я не собираюсь ждать когда люди поумнеют никто не знает сколько ему осталось но для меня важно чтобы дети усвоили в мире много возможностей и можно жить иначе у нас считают что на западе улыбаются не искренне но по мне так лучше деланная улыбка чем откровенная злоба в конце 2018 года на бизнес-форуме в лондоне он обвинил россию в разжигании войн за последние 20 лет речь шла о грузии чечне украине и сирии артист также обвинил правительство россии в переписывании истории а россиян псевдопатриотизме сейчас мы находясь в сплошном окружении врагов должны демонстрировать псевдопатриотизм я к сожалению не могу повлиять на эту ситуацию я только лишь могу сказать думайте сейчас есть интернет есть информация и возможность иметь разные точки зрения делился актер при этом ненавидящий россию серебряков продолжает зарабатывать на родине артист признался что на новой родине как актер он никому не нужен так что продолжит работать в российских проектах актеру не раз указывали что страну в которой тот родился и продолжает работать критиковать бесчестно режиссер карен шахназаров высказался на этот счет человек выбрал местом жительства канаду это безусловно его право человек при этом постоянно работает в россии и зарабатывает немалые деньги я не слышал чтобы актер серебряков был востребован где-нибудь в канаде сша или других странах зачем же ты после этого выступаешь с такими заявлениями какая в этом нужда для того чтобы получить какие-то плюсы на своей новой родине это некрасиво и бесчестно гневался режиссер игорь николаев игорь николаев один из самых известных старожил майами почти 20 лет назад певец приобрел квартиру в лучшем районе города сани айланд два года назад у певца и его третьей жены юли родилась дочь вероника теперь большую часть времени молодая семья проводит на побережье атлантического океана приезжая в россию лишь на гастроли авраам русо в 2006 году жизнь авраама русо висела на волоске неизвестные обстреляли машину певца из автомата причиной покушения был бизнес которым русо занимался помимо творческой деятельности оклемавшись певец был вынужден уехать в сша на пмж за восемь лет проведенных в америке он во многом преуспел построил дом в нью-джерси получил гражданство открыл собственный лаунж ресторан жить в россии я уже точно не буду зачем лезть в клетку где живут голодные львы хотел вернуться как артист но не получилось а так мне очень хорошо живется в америке поделился певец наталья андрейченко в 1991 году в биографии россиянки произошло важное событие наталья эмигрировала в сша штатах андрейченко окончила голливудскую школу актеров и рассчитывала что ее муж шелл поможет в продвижении но работу иммигрантки не предлагали а от некоторых ролей приходилось отказываться поэтическим соображением тем не менее талантливая исполнительница успела пополнить на западе фильмографию несколькими яркими работами среди них фильм федора бондарчука тихий дон этот проект стал интернациональным героев романа михаила шолохова играли актеры голливуда руперт эверит дельфин форест и другие сама андрейченко воплотила в картине образ дарьи жены петра мельехова по условиям контракта роли читались на английском российским артистам пришлось в срочном порядке разучивать реплики на чужом языке роговцева ада сыграла роли во многих знаменитых фильмах вечный зов и павел корчагин теперь ее внук в военной форме отдает часть украинским солдатам сама же ада запечатлена на фото в момент когда целует черно-красное полотно украинских радикалов причем актриса не скрывает свои позиции она называет россию не просто агрессором а колоссальным монстром и уверена что страна может попасть в рабство роговцева считает себя патриотом украинкой по ее словам в россию она просто приезжала сниматься в кино теперь же уверена что страна в которой ее так любили пытается захватить ее родину ирина аллегрова певица ирина аллегрова недавно стала хозяйкой просторных апартаментов в италии стоимостью около полутора миллионов долларов виллу певица купила не сама подарок и сделал поклонник большую часть своего времени певица теперь проводят в италии валерий леонтьев валерий леонтьев является счастливым обладателем недвижимости в россии америки испании в последнее время артист отдает предпочтение майами и считает что жить там намного проще и комфортнее чем в москве савилий краморов савилий краморов самый известный советских актер который решил покинуть страну когда многие из друзей савелия а также дяди эмигрировали за границу актер стал считаться неблагонадежным ему стали меньше предлагать ролей савилий викторович подал документы на эмиграцию в израиль к дяде но ему было отказано тогда краморов пошел на смелый шаг и написал президенту сша это письмо зачитывали на радиостанции голос америки уважаемый господин президент рональд рейган обращается к вам популярный в советском союзе кино артист савелий краморов я не переоцениваю свою известность стоит вам гуляя с супругой по москве спросить у любого москвича у любой старушки знает ли она меня то она обязательно откроет рот и скажет а как же смешной артист много раз смотрела фильмы с его участием действительно зрители до сих пор смеются над героями моих фильмов но лично мне сейчас не до смеха я не умираю с голоду но ни одним хлебом жив человек и хотя хлеб у нас с вами разный и питаемся мы по-разному но мы оба любим творчество и не можем жить без него поэтому помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности в 1981 году актер покинул ссср он вступил в гильдию киноактеров сша на гонорары смог купить дом завел семью скончался в 1995 году от инсульта который был вызван осложнениями после операции по удалению опухоли илья лагутенко музыкант илья лагутенко лидер группы муми тролль уже много лет живет фактически на три страны россию сша и японию причем в сша он проводит больше всего времени лишь иногда выбираясь в родной владивосток по словам лагутенко в калифорнии где у него есть недвижимость проще всего контактировать с музыкальными агентами на западные побережья сша илья лагутенко переехал несколько лет назад вместе с женой моделью и детьми борис сичкин известный всей стране как бубу из неуловимых мстителей борис сичкин эмигрировал из россии в 1979 году причиной стало отсутствие работы и денег после уголовного дела они оправданно завышенных гонорарах и хотя актеру удалось отделаться только следственным изолятором его карьера была загублена в сша куда сичкин переехал с семьей он пел в ресторанах и кабаках перед русскоговорящей публикой такими же эмигрантами как и он сам его коронное приветствие здрасте бандиты и предатели родины вызывала не бурю негодование а восторг и аплодисменты позже сичкин поступил штат редакции газеты русский базар в 1989 году находясь за границей борис сичкин сыграл роль брежнева в фильме последние дни это дало толчок его карьере в штатах заметивший русского актера у ливер стоун пригласил его на роль советского генсека в своем фильме никсон в 1994 году сичкин побывал на родине но не остался актер скончался в 2002 году от сердечного приступа в нью-йорке елена соловей елена соловей уехала из страны вместе с семьей в 1991 году ее эмиграция стала для всех неожиданностью ведь на родине у нее были лучшие роли в фильмах раба любви ищите женщину вам и не снилось позже свои мотивы уехать артистка объяснила тем что за границей у ее детей больше возможностей в сша соловей не питала особых надежд на покорение голливуда и в первое время занималась только домашним хозяйством позже елена яковлевна стала работать на русскоязычном радио нью-джерси дети выросли но возвращаться в россию соловей не собирается во всех интервью она говорит что ни разу не пожалела о своем отъезде а что вы думаете об актерах уехавших за границу подпишись на канал и жми на колокольчик ведь мы приготовили много интересного для тебя